Друзья, приветствую вас на интеллектуальной медитации. Контент не из легких, строго для интеллектуального меньшинства. И в данном случае это не шутка. Дорогие друзья, это необычное видео, и оно точное для всех. Я думаю, что оно будет интересно тем, кто читал перед этим мою книгу «Мышление и системное исследование». И оно, безусловно, будет интересно тем, у кого есть психострофический трактат, и кто хочет понять, о чем там, собственно говоря, идет речь. Он написан, конечно, немножко заумно, но мне кажется, что в этой его какой-то внутренней строгости, в его внутреннем порядке есть красота, которую я хотел бы вам в рамках. этого видео и последующих видео, потому что за одно видео мы точно не справимся, показать эту красоту. Ну, трактат, я думаю, вы понимаете, отсылает нас к трактату Людека Витгенштейна, который точно так же состоял из семи пунктов. Как же, сука, он заебал этого Витгенштейна, и Витгенштейн просто в могиле вот так вот вращается из-за того, что каждый раз его упоминает этот блядский курпатов. За что ты Витгенштейна-то трогаешь постоянно? Может, психологи на каких-то психологов посылаешь? Что Витгенштейн-то? Пунктов и эти семь пунктов моего трактата являются, по сути дела, такое дань уважения моему учителю, хотя и заочному. Ну, семь пунктов трактата в целом, я думаю, что не так уж сложны, мы можем даже их зачитать, потому что они вынесены в заголовление, и их тут назвали главами в этом издании, хотя это просто пункты. Пункт первый – мир является мне вещами, пункт второй – я имею дело с вещами, пункт три – да не, не вся психология курпатого изнасилования Витгенштейна и Фреги. Тут проблема заключается прежде всего в том, что он их часто упоминает, но Витгенштейна он очень часто упоминает, это, видимо, единственное, что он прочитал. Третий – мир не вещь, четвёртая – я вещь, пятая – меня нет. Давайте все пункты ещё раз. Пункт второй – это просто пункты. Пункт первый – мир является мне вещами. Мир является мне вещами. Пункт второй – я имею дело с вещами. Окей. Пункт третий – мир не вещь, четвёртая – я вещь, пятая – меня нет. Нет, шестое – я… А как вот они вытекают друг из друга? Просто в логико-философском трактате пункты друг из друга плюс-минус вытекают. Неинтересно, он покажет там связь, что значит «меня нет», например. Ну ладно, я вещь, меня нет. Играем, седьмое – игра продолжается лишь до тех пор, пока продолжают играть обе стороны. Ну, конечно, сами по себе эти формулировки вряд ли что-то нам серьёзное скажут. Важна та последовательность выведения всей системы нашего существования, а именно этому посвящен трактат, из одной посылки. Я вещь, меня нет, да. Вы помните из теоремы Гёделя о неполноте. Бля, да, давай ещё понабрасываем сюда теоремы Гёделя о неполноте. Там ещё Хуёделя какой-нибудь накинем. Чел, ты пишешь, блядь, текст по психологии. Ты это, смирись уже, наконец-то. Ты ёбаный гуманитарий. Ну, я шучу, конечно, я не унижаю в данном случае, но просто, блядь, смирись. Тебе не нужна теорема Гёделя о неполноте. В рамках любой системы, какой бы мы ни взяли, навсегда найдётся тезис, который не может быть доказан изнутри этой системы. То есть, это некая посылка, которая, ну, в каком-то смысле является гвоздёмом, которым держится целое большое здание. Вынят этот гвоздь, и всё рассыпется. Но поскольку мы с вами в любом случае моделируем реальность, мы создаём мир, как мы его видим, как мы его понимаем и так далее, то, соответственно, в трактате тоже есть вот такая посылка, которая позволяет начать строить этот мир. Я его строю с самого такого простого допущения. Короче, решил сплагиатить у Витгенштейна трактат и просто переставил местами слова в оглавление, как я понял. Ну, судя по всему, текст, который он держит в руках, судя по количеству страниц, несколько больше, чем у Витгенштейна. Это значит, что между этими предложениями, которые он пытается доказать, будут колоссальные просторы, простыни текстов, в которых он будет рассказывать о том, какой он там пиздат, и какой там жизненный путь проделал там, чё, куда, когда и почему вот это вот устроено, но это будет всё водянисто и по-идиотски сделано, потому что, ну, Курпатов по-другому не умеет. Ну, он не академический специалист, у него плохие аналитические способности, он там ничего писать нормально не сможет, даже художественные у него плохие способности, поэтому текст будет относительно некрасивый, скучный, бесполезный, блядь, да нельзя. Ну, как и все тексты Курпатова, которые я видел. Пишло о том, что есть одно единственное допущение, которое мы делаем, а именно то, что реальность есть. То есть, ну, понятно, что я в таком, в этом случае, дискутирую с теми... Ну, я листал Курпатова, а что? То есть, если мне нужно, если у меня есть какой-то человек, который мне не очень нравится, я обычно, перед тем, как его критиковать, я ознакомлюсь с его работами. Если они имеются, конечно. Как по мне, это принципиально важно, а то вдруг я там начну его обсирать, и окажется, что там всё на самом деле нормально, а я, в общем-то, несправедливо подходил к данному человеку. Вот. Я, конечно, могу критиковать за высказывание отдельное. Ну, например, книжку Остапова об учителе я нихуя не читал. Я критикую Остапова не с точки зрения того, какой он там писатель, не писатель, или какие у него идеи, да, а с точки зрения того, что он говорит на видео. Но Курпатова я тут бывало не спровергал в начале своей карьеры, не с точки зрения того, что я разбираю его видео, и те глупости, которые он говорит на видео. Я вообще, как его облик вообще в целом пытался, ну, собственно, деконструировать, и для этого нужно было читать книжки Курпатова, иначе просто это не работает. Ага, потому что, ну, а вдруг внезапно действительно у меня там какая-то эмоциональная вдруг возникла необходимость покритиковать его, допустим, да, а он нормальный мужик, у него там нормальные серьёзные тексты, хороший, серьёзный, умный человек на самом деле вдруг, 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 да, себя надо всё время так шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-ш что мы не в матрице я вот не помню честно честно я не так уж и много читал чалмерса чтобы помнить о том что он говорил что мы не можем доказать что мы не в матрице патном вроде про матрицу рассуждает в кавычках да и огромное количество всяких дэнэтов хуэнэтов скорее всего думаю что они уже давно разобрались симуляциями матрицами и со всеми этими вещами кто конкретно блять можно можно блять конкретные имена кто где еще лучше в каких текстах об этом писали а то ну блять опять классика они они кто они когда они какие они это также убедительно какая-то и как и отсутствующий тезис курс по философии от лимона лол вот но нам нужна посылка лимона уже не будем опираться и весь трактат это такая последовательная развертка этого изначального допущения о том что мир существует о том что мы с вами не спим это не какая-то галлюцинация есть некая реальность которую мы моделируем вот собственно говоря первый тезис трактата и первая глава в этом издании это мир является мне вещами по сути дела разъясняет этот тезис что есть некая реальность по ту сторону наших восприятий она есть ты можешь это доказать ты не просто же это ты отдает стоп ты сейчас только что говорил что ты пытаешься доказать что никакой ну то есть никакой симуляции нет ты пытаешься доказать да буквально нам но при этом ты говоришь сразу же первым тезисом который ты как сказал по теореме геоделя там из прочей хуйни доказывать не будешь что мир является мир вещами то есть в этом тезисе уже содержится убеждение в том что у нас и мир есть потому что если он есть только тогда и может являться мне вещами но является мне вещами соответственно очевидно тоже то есть внутри данной посылки из которой все исходит просто мы как бы берем и выводим что мир есть то что если мира нет то он не является мне вещами они может являться не вещами принципиально ну в таком примите кринж темном виде я обычно рассказываю я говорю ну смотрите мы же мир с которым мы имеем дело по сути дела реконструирован нашему диалектика будет ребят из тех раздражителей которые воздействуют на наши органы чувств спасибо бро это просто соответственно как бы тебе объяснить ты просто берешь и объясняешь мир это симуляция я отвечу тем же самым таким же уровень аргументации мир это симуляция никаких раздражителей в итоге нет есть только восприятие есть только я там да и восприятие а реального материального объективного мира вокруг меня не существует вот прибавить а равносильно вот то что мы сейчас сказали вот вот это то что он сказал без доказательно абсолютно это что я сейчас сказал тоже абсолютно бездоказательно это имеет абсолютно одинаковый доказательный статус в данный момент просто начинать повествование это кринжова вот у вас есть люди которые являются представителями сторонниками симуляции и вы им говорите ну так мир вот он вот он есть мы его изучаем вот ученые там изучают так они не знают что его ученые изучают они не знают что ученые думают что мир существует например они не знают что вот это то 5 10 например то есть вместо того чтобы отвечать на их аргументы мы берем и начинаем разводить какую-то хуйню с просто описательный в общем-то моделью просто описываем как она у нас должно быть фотон летят класса короче курпатов смотри твоя мать проститутка потому что я пришел к ней домой заплатила и 100 тысяч рублей и она отсосала мне дала в жопу короче я ее выебал в рот и вообще во все щели еще между пальцев короче трахал в течение трех часов что скажешь на это бро а что что это неправда смысле ваша мать умерла много лет назад андрей вы же что 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 не 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 контр аргументация не примени невозможно невозможно контр аргументация ж он только что объяснил что я делал нашим вам проститутка вот понимаете вот такие вот структуры которые очевидно являются ложные которые как пример сейчас привел очевидно ложная структура ну крайне сомнительная я сделал тезис и я начал описывать этот тезис по сути подробно с полной уверенностью в том что я прав берем берем вот эту всю хуету да и если мы тоже самое в интеллектуальной сфере делаем ну тут получается то же самое по статусу так и такая же познавать такой же познавательный статус у обоих объектов то что история про ебли у мамы андрея курпатова что соответственно история про существование мира реальность вещей там вот эти вот все восприятия невосприятия вот звуковые волны колебания воздуха ударяя по барабанной перепонки и мы находимся как бы по ту сторону который по ту сторону вот всего того что на нас летит фотонами колебаниями давлением и прочими доказывать в этого конечно же не будем а поэтому люди со стороны симуляции до которые считают что симуляции существует просто идите нахуй просто нахуй ребят на прочими раздражителями и вот предполагается что есть нечто что вот она решила меня воздействует этими раздражителями значит когда я говорю мир является мне вещами по сути дела я говорю о том что есть некий мир который является мне через вот эти фотон начал ты мне буквально это и говоришь то есть ты попытал пытаешься доказать то есть я немножко ускорю ты пытаешься доказать тезис через объяснение ну объяснить конечно тезис неплохо да но после объяснения обычно доказательства уже неплохо бы предъявить если мы сможем свинет это все развить и каждый первый пункт имеет пять подпунктов а их вам сначала коротко зачитаю они у нас нас находится на странице 21 разъебал разъебал всех вот этих теорий симуляции матрица разъебал всех вот этих вот философ сознания до которых он упомянул массово так чалмерса чалмерса разъебал вообще без вопросов просто хотя чалмерс вроде тут вообще ни при чем но разъебал чалмерса и всех прочих молодец молодец сильно короче сильно поступил безусловно поехали дальше после этого мы обсудим каждый из этих подпунктов потому что на самом деле правильно читать последовательно но для систематизации лучше если мы будем сразу схватывать ключевые подпункты которые измеряются одной цифры после точки в трактате эти первые этот мир является мне вещами 11 это мир не то чем он не является то есть условно говоря есть мир он является мне вот этим набором раздражителей до которые я потом превращаю там в некие вещи как это происходит мы с вами обсудим дальше но он не то чем я постулировать можно конечно но если вы претендуете на критику он претендует на критику то наверное надо типа знаете критиковать пытаться хотя бы пытаться является то есть условно говорить если все люди будут так дискутировать а многие так на протяжении веков и дискутировали будет получаться каша и кринж но она и получалась каша и криш до сих пор получается каши и кринж просто потому что люди так вот ведут дискуссии вот как то так есть некая реальность которая сообщает мне о себе таким образом летучие мыши как мы знаем является по другому тоже какая-то реальность вот как нравится мыши ну вот она ее там нагель воспринимает по-своему образуют свои квалию и так первый пункт в этого подпункта мир не то чем он не является второй подпункт вещи не есть мир но его явление мне то есть это у меня курпатов на самом деле очень сильно лимона напоминает серьезно оба андрея и оба несут хуйню обоих очень похожий уровень мышления на самом деле они оба одинаково наивны хотя андрей и вроде бы который в общем-то лимон он поумнее чуть-чуть наверное более начитан я бы даже лучше сказал не умнее но чуть более начитан но к сожалению у него тоже проблемы обстоят с интеллектуальной деятельностью в рамках определения там я не знаю более сильных более слабых каких-нибудь аргументов то есть он бывает такие слабые аргументы выдает что прям вот просто смеяться охота но при этом с таким пафосом как будто бы он сам андрей курпатов что я воспринимаю от этого мира это мои восприятия а не то они сам мир который собственно говоря не залезает ко мне через эти раздражения в голову пункт 1 3 вещи не то что есть но то что существует благодаря тому что мир является мне ими здесь вводится следующее понятие да пока мы оперировали очень ограниченным мир явление мне вещами каждый из этих слов пока в общем составлял наш язык которым и который мы начали строить из внутри этого текста здесь появляется понятие существования да то есть вещь не то что есть а значит то что существует благодаря тому что мир является мнением пункт 14 мир является вещами мне здесь мы по сути дела производим просто перестановку но это как мы увидим имеет большое значение и пункт 15 мир является мне мною собственно говоря для этого был важен четвертый пункт наши и нашей первой главы сейчас мы идем последовательно и пытаемся прояснить что значит каждый из этих подпунктов составляющих базовый пункт 1 мир является мне вещами напоминаю первый подпункт мир не то чем он с большой буквы на здесь мы определяем мир как нечто существующее за гранью нас он в этом смысле получает некую субъективность да вот не то чем он с большой буквы является мне то есть он не вещи то есть мир является мне вещами то есть я являюсь вам голосом внешним видом там и так далее так далее но я не мой голос не мой внешний вид и так далее день пункт 11 11 то что мир является мне свидетельствует двоеточие есть то что является мне явленное значит здесь я делать вот такие вот ограничения в рамках которых я поясняю о чем идет речь то что мир с большой буквы является мне свидетельствует то что является то что являет являет это мир большой буквы мне явленное то что я получаю как его явление мне то есть вещь иными словами мир есть собственно говоря в первом пункте этого подпункта мы с вами приходим конфигурации с чего я собственно начался ты главной посылки и вот иными словами мир есть есть нечто что является мне а ну окей да конечно мир есть заебись круто могу сразу сказать что мир есть тут же ты кучу всего постулировала толку от этого ну мало пока не так пункт 1 доказательства будут того что мир есть ну ладно окей доказательств короче не будет 1 2 однако из этого также ясно являющиеся то есть то что мне является вещи не есть то что являет то есть не мир иными словами то что мне что-то ну блин типа знаете если бы он эту хуйню написала веки так пятнадцатом в шестнадцатом семнадцатом выглядела бы более менее приемлемо на самом деле то есть если бы если бы никого битгенштейна не было если никаких раз лав муров не было если бы феноменологии не было в том числе канта если бы не было если бы юма не было да если бы юма не было это принципе выглядел бы не так наивно может быть даже за философию какую не сошло бы вполне но так-то это просто шаг являются эти вещи они уже как бы оторваны от мира вот мой голос можно взять отобрать от меня и вы будете выслушать на он сейчас отобран вот я где-то уже хожу в другом месте вот мир курпатова двинулся внизу направлении но внутрь шаг в том плане что он не учитывает там оппонентов игнорирует огромное количество уже имеющейся информации сейчас даже где речь идет о какой-то поверхностной информации ну например он не разбирает позиции своих основных соперников он проводит какие-то в кавычках доказательства на самом деле без доказательства он просто много чего утверждает и у него в голове складывается что у нас есть реальность ну заебись реальность есть хорошо что дальше можно отобрать и получить эту ну просто допустим она есть окей хорошо продолжай печь мой голос просто дал поставил цель доказать вместо доказательства он просто накидал кучу посылок в одну шоколку и сказал мир есть себя мир есть по что он ей забейте видеоизображение там и так далее и это не то что я и это не то что место когда некие вещи с которыми имеют долго при этом я не делалась тем что является мне миром то есть вещами но вы в данном случае имеете дело с моим голосом своим изображением с моими словами которые я говорю так он и так далее но это уже не я до то есть То есть вы дело имеете не со мной, а с тем, что вам явилось посредством данной телекоммуникационной деятельности. Так же и с миром. Все, что я знаю про мир, это то, что я у него получил в виде такой сложной 3D-модели, точнее, больше модальностей, больше пространства, временная, мы об этом еще будем говорить, там вот как раз звуковая и прочее, это модальности мира, в которых он является мне. Пункт 1.1.3. Следовательно, мир не является мне собой, но вещами. То есть я, то есть вот то, что если проводить аналогию как мир является мне вещами, так и я вам являюсь вот этими своими звуковыми и визуальными эффектами, но не сам по себе. Отсюда я не знаю мира. Отсюда вы не знаете меня. Пункт 1.2. Вещи не есть мир, но его явление мне. Ну, кажется, ничего особенного мы здесь нового не приобрели. Ты, по-моему, все то же самое, блядь, говоришь. Но это позволяет нам сделать следующие шаги. Значит, вещи – это не мир, но его явление мне. В нашей аналогии то, что вы сейчас смотрите это видео, это вы не имеете дело со мной, вы имеете дело с моим явлением вам. Значит, пункт 1.2.1. То, что я полагаю миром, и вот здесь получается маленькая буква, вещи – не мир, но вещи. Ну, когда вы смотрите это видео, вы думаете, что вы... Нахуя ты в скобках, блядь, вещи написал? То, что я полагаю, блядь, миром, в скобочках, в кавычках, квадратных, вещи – не мир, но вещи, блядь. Чего, блядь? Сука! Тупо, блядь, ну тупо написано же. Имейте дело со мной. На самом деле, вы имеете дело с явлением меня вам вот в таком виде, да, и... Ну, это очень глупо еще оформлено. Мне кажется, он сам путается в мыслях своих, так что, блин... Для вас мир. То есть, вот, вы думаете, что это я, а это... Почему ты всегда мир с собой сравниваешь? Почему ты по аналогии рассуждаешь здесь везде? Ты, блядь, мир, что ли, чел? Чел, ты, нахуй, мир или что? Кто ты такой вообще? Там же дальше будет, что ты вещь есть. Ты же, блядь, вещь. У тебя дальше будет положение, что ты вещь. Ты нам уже подсказал. Только мое явление. Сему аналогия с ним. То есть, мне кажется, он что, он себя считает неотличимым от мира? Или считает, что эта аналогия приемлема? Или можешь считать, что какие-то существующие, там, не знаю, абстрактные объекты, которые существуют у нас в мышлении или в мире, я не знаю, где они там существуют, неважно, они имеют, не знаю, параллельные такие аналогии друг с другом, которые можно везде проводить. Но и тогда мир вещей тогда нецелостен получается. Тогда внутри вещей тоже какие-то проблемы могут быть. Если человек это вещь, а Курпатов это впоследствии будет доказывать, то какого хуя он проводит аналогии с собой, будучи вещью, и миром, блядь, который вещью не является, по его же заверению собственному, блядь. Ну, блядь, ну хуя. Похоже на противоречие. Вот, и вот этот миры, в которых мы живем, модели которого создает наш мозг, это мир с маленькой буквы. Это не, он не обладает своей субъектностью. А большой мир обладает своей субъектностью. Вот этот вот мир есть, да, значит, вот это есть, мы не можем схватить. Мы можем схватить только его, ну, как пример, можно еще представить, мы смотрим на звезды, и вот их свет долетает до нас, но в этот момент звезда уже могла погибнуть, но свет продолжает литься, ее вообще нет уже как субъекта, но и продолжает быть ее явлением. Ее вообще и так и нет субъекта. Да, 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 вот, значит, Она объехать, сука. Объехать, блядь. Чел, что за хуйню ты несешь? Соответственно, и мы думаем, что это наш мир. Мы же ее видим, а ее уже нет. Чел, ты поехавший, блядь. Вот. Пункт 1, 2, 2. Существует то, что является мне, следовательно, явленные мне вещи существуют. Агаллюцинация? А сновидение? А я не знаю, какие-нибудь другие проблемы, иллюзии, еще что-нибудь, они все это существуют? Зеркальное отражение? То, что мы видим в зеркале, оно существует? Или как оно? О чем идет речь? Значит, есть понятие «есть», и мир у нас, мир у нас есть. Блядь, когда какой-то тупой школьник решил заняться основной философией, решил порассуждать по основным вопросам философии, опираясь при этом еще на текст Витгенштейна, ну, с точки зрения оформления текста. Да. Да, а вот... Сухая ты пишешь, я ничего не вижу, чал. Че ты там, блядь, написал? Че ты... Че он там написал, ребят? Суть и дело, то, что уже явлено мне, оно же как-то обрело свое существование. Не естность, да? А оно стало существовать. Свет звезды существует. Естность, нахуй. Естность. Видео, которое вы смотрите, существует. Оно обрело... Со мной. Оно обрело существование. Я могу умереть уже к этому моменту. Но видео продолжает существовать. Оно... Существование не связано уже с реальностью. Оно обладает своей собственной историей. И, значит, то, что мне является... Ну, мысль отметил, включит в следующий трактат. Ну, судя по всему, да. Вот это все, чем мир является мне. Все это существует, да? Но и эти вещи, собственно говоря, явленные мне, существуют. Поэтому вещи у нас существуют. Важные составляющие. Есть я. Есть то, что явилось вам. Блядь, вот шизы приблизительно, они представляют, что колоссофия, она так и происходит. Сидит какой-то долбоеб и рассуждает на какие-то абстрактные, ну, в общем-то, темы, которые никак не связаны с реальностью. Просто, блядь, играет словами. Причем играет не всегда, опираясь на разные противоречия, там, непротиворечия. То есть он даже не усматривает противоречия, непротиворечия, ему просто похуй. Чувак пребывает просто в потоке дичайшей шизы, в которой он употребляет разного толка слова по типу, там, есть, бытие, существует, суще, сущность, блядь, хуючность. Это кринж, конечно. Ну, и так философы не философствуют. Вот это тоже важно отметить, по большей части. Ну, бывает, конечно, академики, когда они тоже пытаются, да, казаться великими философами. Всю жизнь там они кого-то изучали, а потом пытаются казаться великими философами. У них там начинается есность, блядь, яйность, хуяйность. Вот это вот все начинает умножаться в колоссальных пропорциях. Еще словарный запас начинает увеличиваться сразу же, потому что вводятся неологизмы, которые, к сожалению, не имеют новых значений, но просто неологизмы. Вместо там бытие, там еще хуитее, там шмытье, блядь и так далее. Миллиарды форм одного и того же слова из-за этого появляется. Ну, вот такая вот история. Так что даже некоторым специалистам по философии не удается избежать такого удела. Ну, Курпатов тем более не смог. Существует, мир есть, мы допускаем это, то, что вы, с чем вы имеете дело, существует. Ну, это большая, мы к этому подойдем, но чтобы вы понимали, почему это вообще все имеет какое-то значение. Я же не знаю, что, когда я общаюсь с вами, может быть, вы биоробот. Это один из таких классических мысленных экспериментов из философии сознания. Да, значит, я могу думать, что у вас есть сущность, душа, личность и так далее. Что у вас есть внутренний мир. Но что, если вы просто цифровая программа? Ну, не вы, а с кем я взаимодействую. Что, если я просто цифровая программа? И меня как такового нет. Это такой важный экзенциально-философский вопрос, когда мы взаимодействуем с другими людьми. Есть ли они там внутри самих себя, с кем мы взаимодействуем? Мы же апеллируем к некой сущности. Много сидим. И, соответственно, важно означивать то, что явленные им не вещи, они имеют существование, но не факт, что они есть. Кстати, считают, что он нейросеть. Вполне возможно. Ну, блядь, тут такие досужие. Типа, знаете, попытка в большую философию, как будто бы, но на самом деле хуйня, к сожалению. И вторично в каком-то смысле. И неинтересно. Фактом, что есть, мы предполагаем только одно допущение, что есть мир, который мне явился так. Следующий пункт. 1, 2. Так ты доказывал вначале, что нет никаких симуляций. А в итоге ты тут допущениями разбрасываешься. Ты нам обещал доказать, что симуляций нет. Я вот сижу, я весь внимание, я хочу узнать, где ваши доказательства, господин. А вы мне допущениями кидаете. А я вам в ответ допущение. Есть симуляции, там, не знаю. Все сразу. 3. Поскольку мир не вещь, да? Он же не то, что... В него загрузили книги про психологию Фрейги Витгенштейна, и он создал свой трактат, да. Чем он не является. То только, но только является мне вещами, да, или вещью, то его не существует. И вот... Большую букву, да? То есть, мы здесь... Нахуй здесь эти, блядь, поскольку, сука! Поскольку мир не вещь... А, стоп. Да, раньше было, есть только вещи. Да, если это было, есть только вещи, и поскольку мир не вещь, но только является мне вещь... Блядь, сука! Блядь, мог бы нормально это выразить. Нет, если он учитывает, что существуют только вещи... Существуют только вещи, да, по его заверению... А мир не вещь, то, следовательно, он действительно не существует. Производим дефиницию. Мы разделяем то, что мы определяем, как то, что есть. Ну, блядь, но всё-таки как же это всё хуёво составлено. Реальность, да, как в системном исследовании реальность есть, да, всё остальное есть существование. Значит, соответственно, мы не можем сказать, что реальность существует. Существует то, что явлено мне, да, то, что существует... Так, ты же вроде через мир доказывал, в общем-то, наличие реальности, если я не ошибаюсь. То есть, помимо нашего я и помимо нашего восприятия явлений, существует некий мир, через который ты непосредственно пытался доказать, что вот у нас всё вокруг есть, да. Не симуляция, а существует. У нас есть там потоки фотонов, хуёнов там и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, в итоге ты пришёл к тому, что мира нет, чтобы это не значило. Кстати, здесь не прояснено пока что, что это вообще означает. Ага, потому что он не вещь, оказывается. Но ведь у нас вообще само доказательство, ну, как доказательство, убеждение, утверждение, да, описание существования вещей включало в себя и существование мира в данном случае. Моё видео, например, оно в нашей аналогии существует, вот, но оно не есть, у него нету субъектности. Оно существует, но оно не есть, ребят, всё. Всё, что существует, не обладает, как бы, сущностью, да, чем-то, что… Да, давай побросаемся философскими понятиями. Что такое сущность, давай. Кто живёт само по себе. Окей, допустим. А вещи живут сами по себе и обладают субъектностью? Да. Да, да или нет, я не понял. Окончили со вторым пунктом. Ну, просто если мы такое различие проводим, значит, вещи, которые мы воспринимаем и которые являются нам из мира с большой буквы, которого, кстати, нет. Они как бы существуют, они есть, они обладают субъектностью, они существуют сами по себе. Вот эта бутылка, она существует сама по себе, ребят. Она есть сущность. Она сама по себе присуществует. Это не просто её кто-то сделал, да, получается, она вот сама по себе возникла, получается. Даже, может, не возникла, она вечно. Эта бутылка, которая мне является, она вечно, она возникла. Да, охуенно. Оказывается, вещи, которые нам являются этой сущностью, ребят. Ну, просто мы от обратного здесь следуем. Если мы рассматриваем вещи, которые существуют. Она ещё субъектностью обладает, она ещё, наверное, думает головой, я предполагаю. Она может со мной попиздеть. У того, что не существует, нет субъектности или такие объектности, да я хуй по нему знает, что он имеет в виду под субъектностью. Он говорит, вот у нас звезда, она, может быть, уже исчезла, но она потеряла субъектность, говорит, да. То есть, испарилась и потеряла субъектность. Но всё ещё свет от неё до нас доходит. И ты думаешь, чего, блядь? Значит, первого пункта переходим к третьему. Вещи не то, что есть, но то, что существует, благодаря тому, что мир является мне именно. Что значит не то, что есть, но то, что существует? И в смысле благодаря тому, что мир является... Мир, бл**ь, его нет, б b**ь, мира. В смысле, мир является мне ими, если мира нет, б**ь. В смысле вещи не то, что есть, но то, что существует. И почему оно существует, блядь, благодаря тому, что мир является мне ими? Почему здесь вообще потому что, блядь? Благодаря тому. Почему благодаря тому, что это вообще? Почему здесь эта операция логическая присутствует? Ведь здесь же следование определенное. То есть вещи существуют, потому что мир является мне ими. Утвердение такое, но здесь нету потому что. Сначала говорил, что есть это допущение. Теперь, блядь, нет допущения. Диалектика, снятие. Вы не понимаете Джимба, блядь. Это не Витгенштейн, это не предикаты, блядь, не логика. Это диалектика. Вы чего? Вы не понимаете всей этой хуйни. И это с самого начала диалектика просто была. Вот у нас оно, оно есть. А теперь вот бытие, вот ничто, вот становление, вот там наличное бытие, безналичное бытие, неналичное, небытие теперь там. И вот оно, отрицание, отрицание идет дальше. Вы не понимаете. Это работает не по законам логики, это явно что-то с законами диалектики связанное. То есть, вещи существуют не сами по себе, а потому что... Он еще сидит с таким, блин, серьезным видом. Некое есть является мне этими вещами. Но вещи это не то, что есть. Как некое есть может являться некоторыми вещами? Если вещи это не то, что, блядь, есть. Ну, блин, ну, прям вот в предложении же в одном, ну как? Теперь разъясняем это. Пункт 1.3. В смысле, блядь, разъясняем? Пункт 1. Если вещи не то, что есть, то вещей нет. Блядь, это реально диалектика, ребят. Знаете, ну, обратно, да, только что мы сказали, что если нечто является мне, то оно есть, а то, что явленное, обретает существование, но это существование уже без сущности, это как бы оторванная от него часть, значит, не часть, а его, ну, что-то от него отъятое, это видео отъятое от меня, никто его от меня не отбирал, но оно, значит, стало существовать без меня. Вот, и если вещи это не то, что есть... Блин, это же хуйню, реально кто-то будет с умным видом сидеть, читать. Если вещи то, что существуют, то вещей нет. Нет, то есть, вот этот мир с маленькой буквы, да, мир с маленькой буквы, у нас вот тут мир с большой буквы, есть. Нахуй ты там пишешь, мы ничего не видим, алё. Мир с маленькой буквы, который существует, который является мне вещами, этот мир с маленькой буквы, собственно говоря, не существует. Идём дальше. Пункт. Идём дальше, идём дальше, идём дальше, да. 1, 3, 2. Если вещей нет, то существующего тоже нет. Ибо вещи существуют, явленные мне миром с... Блять! Блять! Сейчас, у меня камышка улетела. Большой буквой. Еще раз, чуть-чуть по-другому, с другим акцентом, поясняется, что вещи существуют и поэтому не присутствуют. У него шизофазия, кажется, ребята, это просто жесть. Ни мир не присутствует, ни вещи, то есть не присутствует, а не есть. Не есть. Но существует. Пункт 1, 3, 3. Отсюда то, что есть, сейчас пока в нашем трактате есть только мир с большой буквы. Да какой мир? Ты, блять, недавно говорил, что миром, блять, нет! Чел, ёб твою мать! Ну, чего, блять! У тебя в прошлых пунктах мира нет было, ну... А-а-а-а! В смысле мир с большой буквы есть? Ты его отменил уже! Ёб твою мать! Дурак, ёб твою! Ну, стука! Буквы, и то, что существует, это вещи, явленные мне миром, и одно и то же. Таким образом мы пришли, в общем, к предполагаемому, но теперь обоснованному утверждению, что есть нечто, что есть, и есть то, что существует. Но то, что существует, не есть, оно просто существует. Вот. И, соответственно, всё, что рождается в рамках акта явления мне, мира, миром, не является миром как таковым и не имеет своего собственного существования. Вот. Ну, на примере каком-то таком простом... Вот. Сейчас будем предполагать, что я нахожусь в твёрдом уме трезвой памяти, или как там говорится. Я не уверен. Вот. И у меня есть некий мир вещей, в котором я нахожусь, действий, которые я совершаю и так далее. Вот. Но я могу заболеть каким-то психическим расстройством. Я полагаю, это уже произошло. Может случиться инсульт, и я начну видеть какие-то вещи, и мы скажем, что они не существуют. И записывать их в своей книжке. Галлюцинации, да, они же не существуют. Но на самом деле получается, что в этом смысле всё, с чем я имею дело, не имеет. То есть они не есть, и всё, с чем я имею дело, тоже не есть. Вот. А существовать может вообще всё, что угодно. И это вообще не свидетельствует о мире как таковом. У меня может быть любое... Ну, с этим высказыванием можно согласиться отдельно от всего, что было сказано. Но, блядь, рассуждение, конечно, кринжовое. История в голове, это совершенно не значит, что это имеет какую-то связь с реальностью или с миром, за большой буквы. Едем дальше. Пункт 1.4. Мир является вещами мне. Значит, по большому счёту, мир является мне вещами, мир является вещами мне. Мы просто переставляем как бы местами. Гениально. По позицию всё дело. Но это позволяет нам... И мы смотрели сейчас на одного субъекта, а себя мы как бы не рассматривали. То есть мы присутствовали как бы по умолчанию. Данный пункт говорит нам, секундочку, ты тот, кому является мир. И тут мы оборачиваемся как бы на самих себя и обнаруживаем самих себя. Мир является вещами мне. Пункт 1.4.1. Если мир является мне вещами, а вещей нет, то есть они существуют, то вещи существуют лишь благодаря отношениям или в отношениях со мной. Ну, действительно, мир должен явиться кому-то для того, чтобы возникло некое существование. Некое есть должно прокоммуницировать с неким другим есть для того, чтобы возникла модель, чтобы возникло сознание. Вот это вот как бы то, что между нами находится. И всё явление происходит мира мне благодаря тому, что я есть. Но мы ещё дальше рассмотрим, всё не так просто. Ну, конечно, не так просто. Мы не ожидали ничего простого. Пункт 1.4.2. Если мир является мне вещами, то я своим отношением с вещью определяю существование вещи. То есть вопрос. Мы вот говорим, мир есть. А дальше вот мир с маленькой буквы существует. Но как он существует, не имея субъектности, не имея ничего внутри как бы самого себя? Нормально. И выясняется, что он существует благодаря тому, что я нахожусь в отношениях с миром реальным, с реальностью. Если мир является мне вещами, то я своим отношением с вещью определяю существование этой вещи. Если бы меня не было, мир не мог бы мне явиться. Соответственно, не было бы существования мира с маленькой буквы. Существование мира с маленькой буквы, а точнее всего, с чем мы имеем дело. Потому что мы не имеем дело с миром с большой буквы. Мы имеем дело только с его явлением. И мы имеем дело, собственно говоря, с тем, что явилось, благодаря тому, что я нахожусь в отношениях с тем, что мне явилось. То есть мой глаз находится в отношениях с фотонами. Шиза нашел. Если бы не было глаза и фотоны бы пролетели, то существование мира было бы невозможно. Было бы просто существование мира с большой буквы. Было бы существование реальности. А я таким образом, как бы, своим отношением с этим фотоном создаю эффект существования. И возникает импульс нервный и бежит туда в зрительную кору. Все, я начинаю понимать. У него в голове просто, видимо, слово существование используется в экзистенциальном смысле. А не в смысле слова есть. Потому что есть и существует, это, ну, в большинстве дискурсов одно и то же. Буквально. Литерали одно и то же. А здесь он их разделяет. Вероятно, он имеет в виду подсуществованием. Нахуя он тогда все эти, в кавычках, логические выверты делает? Это же тупо. Просто потому что ему достаточно было бы дать одно определение. Вот у нас есть слово есть, у нас есть слово существование. Есть, это значит существовать в реальности. Быть на самом деле. Существовать, ну, блядь, быть, значит существовать в реальности. Хуёво звучит на самом деле, да? Быть, то есть есть, да, означает иметь, ну, короче, да, реальность. А существовать в данном случае бы у него, наверное, означало иметь субъектность, ну, и какую-то восприимчивость, вероятно. Он, видимо, в этом плане употребляет это слово. Тут все 24 минуты, 56 секунд, которые мы прослушали, могли бы быть заменены просто определением. Упс. Давайте модель мира. Пункт 1, 4, 3. Пункт 1, 4, 3. Если мир является мне вещами, то вещи, которыми мне является мир, существуют для меня. Внимание. Значит, это очень интересно. Значит, мир является вещами мне. Мы помним, этот пункт начинается с этой формулировкой. Вот, значит, если он является мне этими вещами, то вещи, которые вот проявлены в качестве такого эффекта существования, существуют для меня. Если мир является мне вещами, то вещи, которыми мне является мир, существуют для меня. Ну, на примере нашего примера с тем же самым просмотром этого видео. Значит, я являюсь вам, но это не я, а это некое изображение с каким-то текстом и так далее, словами и прочим. Значит, и вот это мое явление вам существует в отношениях с вами и поэтому существует для вас. Это не какое-то просто существование. Просто существование – это уже реальность, это уже есть. Существование возникает только как результат отношения чего-то, что явлено и… Ну, существование одной из форм бытия, там, да, получается, окей. Мною или вами кто это явлено и схватил? Если вас нету, то нет этого существования. Но если есть вы, то это существует только для вас. Для другого это будет какое-то другое существование. Для третьего – какое-то третье существование. Ну, мы посмотрим в комментариях к этому видео. Очевидно, будут самые разные существования меня. Ну, это не меня, а моего видео. Вот. И важно понимать, что существование всего, с чем мы имеем дело… Вот люди все время переживают, вот как бы… Мы помрем, например, боятся смерти. Но это же все существование, которое для вас… Вы не покидаете реальность. Мы про это будем еще говорить. Но мы же принадлежим миру, мы являемся сами себе. Мы сейчас про это все поговорим. Вот. Но факт состоит в том, что мы сами живем в этом акте явления. И, собственно говоря, в этом состоит иллюзия, там… Которая выбивает меня из реальности, выбивает меня из мира. И создается вот это существование. И в этом смысле смерть – это утрата этого существования, но не утрата реальности. Потому что невозможно выпасть из реальности. Ну, надеюсь… Ну, в общем, это мы сильно далеко забежали. Так, переходим к последнему подпункту этого пункта. 1.5. Бежали очень далеко. Мир является мне мною. Ну, это, собственно говоря, я уже проговорился несколько раз. И это, в общем, очевидное следствие. Поскольку… 5.1. Мир является мне мною, следовательно, я вещь. Ну, то есть, я же… Вот это моя рука. Это вот знаменитые дискуссии Витгенштейна с Муром. Я знаю, что это моя рука. Значит, но на самом деле это… Мир является мне так. Он является мне руками. Мои мысли являются мне. А… Мой внешний образ… Вот представьте, чтобы вы никогда в жизни не имели бы зеркала. И вдруг вы бы встали перед зеркалом. Заебись. И вы бы увидели, как вы, свое изображение. Ну, вы такие как бы и есть. Вроде бы. Да? Но вот здесь произошло акт явления вам. Вот этого. Вас вам. И вы, собственно говоря, обрели существование. Вы смотрите на это с недоумением. Божечки, может. Это же надо было такое. Значит. И то есть вы стали вещью. Сам то, что происходит процесс явления, реальности. Мир с большой буквы. Нам. Предполагает, что все, что возникает в рамках этого явления, обретает существование. А все, что у нас существует, мы называем вещами. Соответственно, мы являемся сами себе. И мы – вещь. Я – вещь. Значит. Ну, понятно, что эта вещь не… Весь трактат построен на несодержательной методологии. И вот все формулы, которые мы здесь сейчас выводим, по сути дела являются формулами, но такими геометрическими, нежели четкими определениями. Задача вообще первых трех частей трактата – пояснить все слова друг через дружку. И в данном пункте мы здесь пояснили каждый из этих четырех слов. Что такое мир? Мир – это то, что есть, и то, что является мне. Является. Это что такое? Это является, потому что есть я. Да? Потому что если бы меня не было, не было бы явления. Поскольку явление есть, то у нас возникает континуум существования. Континуум существования, ребят. Значит. Но кто такой я? Я… Шарлатан, мошенник, бездарность, распиаренный обманщик, я не знаю кто. Вроде бы есть, как мир с большой буквы. Ну так, у меня есть такая слабая иллюзия. Но я могу знать о себе только через какие-то то, что у меня есть изображение в зеркале. Да? Или то, что у меня есть какие-то мысли о себе. Только благодаря этому появляюсь как бы я. Но это я уже находится в континууме существования, а не ясности. То есть в континууме существования я, как вещь, теряю свою субъектность, которую я имею, как мир. Ну, пока еще мы не знаем, имею или не имею, мы до этого еще не доехали. Вот. Но данное положение, состоящее из четырех слов, позволяет нам выстроить целую, как бы сказать, начальный каркас всех последующих наших построений, всей модели, что называется, мироздания. Все ионтологии, так сказать, как бы говоря философским языком. Вот. Вещь это то, что существует, вещь это то, что рождается в отношениях между мной и миром, когда он мне является вещами. Вот. И поскольку я сам себе являюсь, я тоже вещь. Собственно говоря, вот мы все, как бы сказать, все пояснили, все пункты этого трактата, в результате которого, кроме существующих слов, мир является мне и вещами, появились еще дополнительные слова. Слова есть, их до этого не было. Существование. Где тут оно у нас следует за собой, с вещами? Существует то, что является мне. Да? Существование. Дальше, что у нас еще тут ввелось? Какие понятия? Вещи, миром. Ну вот смотрите, я достаточно умудрился. Ну вот, появилось слово отношение, оно будет значимо, но это где-то уже с четвертого пункта трактата. Тан-тан-тан-тан-тан. Вот, собственно говоря, и все. Является и отношение, по сути дела, у нас оказываются такими. У нас все будет превращаться в такую бесконечность синонимов. Просто на разных уровнях конфигурации сложности. Первый уровень очень простой. Есть, есть, есть. Явление, отношение. Блядь, гигелянец какой-то. Существование. В этом существовании, собственно говоря, все, что мы считаем частями, частями мира с маленькой буквы. Вот. И, собственно говоря, построена нами сейчас первая матрица, значит, на которой будет строиться все последующее здание антологии. Подчеркиваю, все на себя. Подчеркиваю, я строю здание антологии, друзья. Никогда не занимался антологией как дисциплиной. Просто куча клёвых слов намутил вместе. И уже я занимаюсь зданием антологии, друзья. Вот оно вот так вот и работает. Берешь, приходишь и занимаешься антологией. Это допущение. Потому что допущение мира, его существование, является допущением. То, что есть реальность, это наше предположение. Но, не имея такого предположения, мы не сможем построить систему. Гёдель нам запрещает. А мы ему будем, так сказать, строго следовать. Лол. Что ж, мы обсудили первый пункт, так-то-то. Мир. Ну что, свет хорошо поставлен, что я могу сказать. Пончик прикольный, свет неплохо поставлен, интересно. Короче, качественно сделано видео, так-то. Является мне вещами.